Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Сегодня у нас в студии Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президент благотворительного фонда «Счастье жизни». Ирину Анатольевну наши телезрители лучше всего знают как человека, который является инициатором известной программы «Защитим старшее поколение от мошенников» или проще «Сторонники против мошенников». Именно о том, как защитить от мошенников своих близких и защититься самим, мы и поговорим в сегодняшнем выпуске нашей программы. Ирина Анатольевна, здравствуйте! Ну и я помню, что во время предыдущей нашей передачи вы сказали о том, что существует такая опасная достаточно тенденция увеличения количества мошеннических действий, связанных с банковской сферой, с банковскими картами, и обещали более подробно наших телезрителей познакомить с тем, как обезопасить себя, как защитить себя от мошеннических действий именно в банковской сфере. Ну и давайте, я понимаю, что поле для разговора обширное, но давайте именно с этой темы мы, как и обещали, начнем. Расскажите нам о том, какие опасности подстерегают сегодня людей вот именно в банковской сфере с мошенничествами. На самом деле тема у нас с вами очень большая. Я думаю, что мы сейчас начнем говорить на эту тему, а там уже как получится. Если нам будет необходимо снять для этого еще передачу, для того, чтобы рассказать нашим зрителям более подробно о том, что происходит, чтобы они действительно могли себя обезопасить, я думаю, что мы эту тему продолжим. Действительно, сейчас у нас мошенничество в банковской сфере занимают третье место по статистике, вообще среди всех видов мошенничества. Поэтому тема большая, говорить на эту тему нужно. Я, знаете, что вам хотела сказать, Петр? Вот когда я вчера готовилась к нашей сегодняшней с вами встрече, у меня в голове все время звучала песенка. Помните, вот «Приключения Буратино»? Наш с вами любимый детский фильм. И там вот была песенка «Лисы Алисы и кота Базилио». Помните, как она с удовольствием пела там? Ла-ла-ла. Вот эта песня. Не прячьте ваши денежки. И там было одно такое выражение. Мы, конечно, будем сегодня говорить о том, что надо защищать наших стариков. Мы, конечно, будем говорить о том, что нужно заботиться о тех, кому мы должны. Это ужасно, когда у нас есть старики, о которых некому позаботиться, о которых нет близких, которых обманывают мошенники. Это все понятно. Но я думаю, что нам стоит поговорить еще также о том, что людей обманывают не просто так. Так, обманывают, потому что они в этом, в общем-то, по большому счету, виноваты сами. Это самое, наверное, обидное. В 99% случаев. И я думаю, что об этом надо говорить. Я не просто вспомнила эту песенку. В песенке есть такие слова, что «пока есть на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки». Это, конечно, ужасно. Но вот вы знаете, например, статистику по финансовым пирамидам? Кто туда вкладывается? Не знаете? Не знаете, конечно. Я вам скажу. Так вот, те, кто вкладывался в эти пирамиды, МММ, что там было еще у нас, Хопер Инвест, там, торговый дом Селлинга, вот они вкладывались в эти пирамиды 30 лет назад. Вот сейчас, если мы успеем в этой передаче, значит, поговорим в этой, не успеем, поговорим в следующей, появились новые пирамиды. И там опять-таки они. Только теперь эти люди говорят, вот мы пенсионеры, нас обманули, 30 лет назад вы были совершенно молодыми людьми, в два раза моложе, чем мы с вами, такого же возраста, наверное, как мой сын, да, около 30 лет. То есть вас обманывали в 30 лет, вас это ничему не научило. Вот эти передачи, я считаю, что обидно делать передачи, вот вести эту программу, мы же их делаем для чего-то. То есть люди должны чему-то учиться, они должны учиться желательно на чужих примерах, но на своих. Если вас жизнь поставила уже в такие условия, что вас обманули, ну какой-то урок вы должны вынести? Нет. Вот сейчас новые пирамиды, они опять там же. Эти же самые люди. Но мало того, что они туда приходят сами. Эта же пирамида, да, это работает по типу сетевого маркетинга. Они не просто туда приходят, они туда втягивают вот этих наших пенсионеров, вот этих наших ветеранов, которые действительно уже находятся в весьма преклонном возрасте, у них много проблем со здоровьем. У них иногда даже воли не хватает, чтобы сопротивляться таким предложением. А эти туда их и втягивают. Понимаете, как вот им было 30 лет, вот сейчас им 60, и все происходит то же самое. Вот как наш сказал министр МЧС, который у нас находился на Дальнем Востоке, который обсуждал вопрос, что мы каждый год спасаем вот этих рыбаков со льдин. Что он сказал? Что нужно компенсировать государство. Это ведь какие мы миллионы тратим на то, чтобы этих рыбаков спасать? Нельзя выезжать на льдину? Не выезжай. Он сказал, что пусть оплачут хотя бы горюче-смазочные материалы. Это ведь миллионы, Петр. Это уже будет хороший урок. То есть какой-то дурак откровенный выехал, нетрезвый частенько, выехал на эту льдину, он сам потонул, вокруг него потонули, государство тратит миллионы денег на спасение. Вот это... А почему? Почему? Это наши с вами деньги. Эти деньги мы могли бы потратить на детские дома, на помощь больным детям, на которых мы собираем вот эти деньги. Эти миллионы могли бы спасти миллионы человеческих жизней. А здесь разве не то же самое? Вот они влезли в какую-то пирамиду, а потом говорят, а вы нам все должны. Государство нам должно, суд нам должен, президент нам должен. Это же все тоже расходы. Это тоже расходы для того, чтобы им помочь и их защитить. Это тоже огромные государственные расходы. Люди как-то немножечко должны... Это взрослые люди. Это взрослые люди. Они должны нести ответственность за свои поступки. Они должны понимать, что происходит. Вот сегодня, с вашего разрешения, я назову по каждой мошеннической схеме конкретный случай, который произошел с конкретным человеком. Назову женщина, мужчина, возраст, где это случилось, сколько денег потерял. Ну, может быть, это кому-то послужит примером, что вот так уже с кем-то было. Это не значит, что вы самый умный, и вы вот это обойдете. Чтобы люди понимали, что вот так может быть. Потому что мы... Я все время говорю, не делайте то-то. Не делайте, пожалуйста. И вот смотрите, мы с вами встречались прошлой осенью. Я вам рассказывала о том, что звонили мошенники по телефону, рассказывали про несчастные случаи с близкими. Подъезжало желтое такси, забирали день. Петр, не поверите. Вот у нас с сентября месяца пошло то же самое. Звонят, подъезжает желтое такси, забирают минимум 300 тысяч. Минимум 300 тысяч. Вот последние случаи, еще и больше. И после того, как люди отдали деньги, они понимают, что что-то не то, там внук появился, и что они берут в милицию. А для чего мы тогда ведем всю эту работу? Это ведь государственные расходы, это работа полиции, правоохранительных органов, работа суда, мошенников найти, мошенников наказать. Как правило, денег этих уже вернуть нельзя. Денег вернуть невозможно. Я об этом сегодня расскажу по тем же самым банковским карточкам. Денег вернуть невозможно. Невозможно вернуть денег. Мошенников накажем, но денег-то мы не вернем. То есть я хочу сказать, что мы сами, люди, воспитываем вот таких вот мошенников. Мы их провоцируем. Мы их провоцируем своей халатностью, своим вот таким нигилистическим отношением, понимаете, к этой жизни. То есть это неуважение, я считаю, и государство, и всех ветвей власти, и своих близких, окружающих. Это неуважение. Надо немножечко все-таки соображать. Да нельзя вот людям. Я вам про статистику сказала, что они были в 30-летние, что в 60-летние. Понимаете? Ничего просто. У меня есть подробная статистика вот по этим фондам. Кто в них вкладывает? Так вот этот МММ, я, кстати, еще вспомнила. Вот его посадили. Они ждали, пока его выпустят. Он организовал новый фонд, они опять-таки вложились. И сейчас просто я приехала, вот у меня немножечко информация, да, у нас новое дело, как раз очередной такой вот фонд, рухнула такая пирамида. И там они же, они же, понимаете? То есть уже отработанная схема, люди уже имеют огромный опыт оболванивания массы людей, и они снова и снова ее используют. И вот эти же болванчики туда идут. Но самое ужасное, что они тянут действительно вот ветеранов, инвалидов, тех, кому же вообще в принципе жить тяжело. Понимаете? Они не просто туда идут, они их тянут. А потом я считаю, что это, конечно, какое-то вот лукавство. Люди говорят, вот меня обманули, я не знал. Ну как ты не знал? Ладно, ты не знал, на заре там перестройка. Когда мы все куда-то пихали со своими ваучерами, нас обманули. Но нас обманули, мы запомнили. А вы ходите в каждый фонд. А потом вы мне рассказываете, что меня вот опять обманули, меня опять обманули. Это сродни азартной игре, мне кажется, Ирина Анатольевна. Вложить деньги и получить очень-очень большой процент, который не получишь в банковской сфере. Я уже тоже об этом подумала. Вот мы тоже в своей судейской системе тоже это обсуждаем. Нам кажется, что это какого-то своего рода болезнь. То есть азартная. Как игромания. Игромания. Да, это какая-то вот уже игромания. Потому что, ну иначе, как вы можете это объяснить? Это нельзя объяснить никак. Вот они ходят везде. Но я тоже, как и министр МЧС, согласна, что люди должны нести ответственность. Почему вы считаете, что все вам должны? Вот мы особенно сегодня поговорим, если успеем, про микрофинансовые организации, как они работают, для чего они создавались, и что в итоге у нас получилось. То есть хотели как лучше, получилось как всегда. Но почему оно так получилось? Кто в этом виноват? Виноваты ли государства, либо виноваты те, кто туда приходит. 90 процентов. Понимаете? Я думаю, что эту тему тоже надо поднять, чтобы люди немножечко подумали, услышали вот эти примеры и подумали, те, кто в состоянии это сделать, зачем им это нужно. А тот, кто действительно сидит на этом, ну это его право. Но это не значит, что надо обвинять государство, обвинять все судебные и правоохранительные органы в том, что они не работают, они работают. Они за это получают зарплату. Да, я за это получаю зарплату, но это тратятся государственные деньги. Мне, например, эти деньги жалко. Как вот жалко на спасение этих вот утонувших на льдине, улетевших, уплывших. Дай Бог, чтобы они не утонули, а остались живы. чтобы у них все было хорошо, да. Но это для того, чтобы поднять тот же самый вертолет, это какие миллионы. А для того, чтобы правоохранители работали, для того, чтобы я выносила решения, чтобы вот такие вот там отдел, там сотни листов составлялись. Это же работа. Работа, это наши государственные деньги. Поэтому я хочу сказать уважаемым телезрителям, чтобы они поответственнее относились к своей жизни, к жизни своих родных, близких, и уважали все-таки общество, и государство, и людей, которые их окружают. Как сказал один герой Романа Лермонтова, герой нашего времени, я не могу рисковать тем немногим, что имею, в надежде получить большее. То есть, такой подход существовал еще в 19 веке. Еще в 19 веке. Люди на самом деле не изменились. Мы даже жить не стали больше. Знаете об этом? Что и в древние времена жили людей по сто лет и так далее. Ну, единственное, что их на войнах убивали так и ранили, что их не могли вылечить. А в общем-то продолжительность жизни не меняется. И люди не меняются. Поэтому давайте мы сегодня поговорим все-таки о мошенниках. Значит, мы начинаем с вами с банковской сферы, которая сейчас у нас по уровню мошенничества стоит на третьем месте. Вот воровство денег с банковских карт вообще находится на третьем месте даже еще и больше. С 2016 года уже установлено, что это такой постоянный системный вид мошенничества, который только развивается. Значит, я сейчас расскажу вам вот по одному примеру из всех видов мошенничества я очень прошу, уважаемые телезрители, запомните, как это бывает. Как это бывает, чтобы вы понимали. Я после примеров расскажу, как эти мошенники действуют. Запомните, пожалуйста, у нас сегодня 101-е повторение. Вот я надеюсь, что со 101-го раза все-таки кто-то что-то поймет. Многократно я рассказывала о том, что звонят мошенники под видом сотрудников банков, под видом сотрудников пенсионного фонда, под видом сотрудников служб социальной защиты населения, как нужно себя вести. сегодня я опять-таки повторю, какие должны быть безопасные разговоры по телефону. Что бывает? Вот статистика у нас за последнее время по Московской области. Значит, звонят мошенники под видом сотрудника сберегательного банка. Почему мы говорим именно про сберегательный банк? потому что это у нас банк, в котором собраны в основном карточки, книжки всех наших пенсионеров, куда приходят... Всех социальных слоев населения социальных незащищенных. Все социальные взносы в общем-то приходят туда на карточки в основном сберегательного банка. Сберегательный на втором месте у нас ВТБ. Но что они делают мошенники? Они звонят под видом сотрудника сберегательного банка. Вот пример номер один. Звонят они по поводу выплат каких-то компенсаций например детям войны. Мы об этом тоже говорили, что на сайте детей войны написано, что никаких выплат и компенсаций не производится. Я вам об этом говорила, мы об этом говорили в эфире. Люди нас слышат. При этом последний случай звонят из сберегательного банка пожиложительницы города Зеленоград. Якобы из сберегательного банка. Да, якобы из сберегательного банка. Позвонили на домашний телефон, в машине приставился сотрудником сберегательного банка и сообщил ей, что по программе дети войны ей положено там какая-то компенсация в сумме 6 тысяч рублей. И она может получить эту компенсацию в любом отделении используя банковскую карту. При этом женщина тут же быстренько оделась и побежала к банкомату, не убирая от уха мобильный телефон. После того, как он ей позвонил на домашний, он узнал номер мобильного, она сказала, и тут же она побежала к банкомату, и она слушала по телефону все инструкции, и в итоге она перевела мошенникам 295 тысяч 700 рублей. Это один случай. Это детям войны. Следующий у нас к дню рождения, случай тоже из последних. Позвонили опять-таки якобы сотрудник сберегательного банка, мужчина 47-го года рождения, опять-таки на домашний телефон. Предложил ему проследовать к банкомату, к банкомату, расположенному в таком-то в определенном торговом центре. И этот мужчина дал этому якобы сотруднику спокойно свой мобильный телефон и побежал к этому банкомату, не убирая телефон от уха. В итоге у него сняли с карточки 147 799 рублей. То есть его там заставили подключиться к Спербанку онлайн и спокойненько эти деньги сняли. Дальше следующий случай. Что еще могут предложить компенсация за счет чего-то? Женщина 48-го года рождения. Позвонили ей на домашний телефон. Позвонил неизвестный, опять-таки представился сотрудником Сбербанка. Сказал, что ей положена компенсация 125 тысяч рублей. У нее супруг, который умер больше 10 лет назад, когда-то открывал счет и что-то на счете собралось. Она об этом не знает и не помнит, но добрые сотрудники ей напоминают. И тоже у женщины попросили для того, чтобы осуществить перевод на обратной стороне карточки у нас с вами есть три циферки. Вот попросили эти циферки. Женщина была немножечко глуховатая. И тут пришла домой ее дочка и услышала этот разговор. И дочка, естественно, пока мама пыталась что-то, маме сказала, ни в коем случае, но ты продолжай разговор, позвонила в правоохранительные органы. Очень быстренько их поймали. Это была организована преступная группировка. Там было их больше пяти человек. Самому старшему было 23 года. 23 года. А при этом женщина уже была готова назвать, но просто она не дослышала, не поняла, что ей просто повезло. Следующий случай перерасчет. У нас в московский район есть такой Выхина, Жулебина. Аферисты у нас там обчистили женщину 50-го года рождения, вынудив ее провести несколько операций с банковской карточкой под предлогом перерасчета пенсии. Понимаете, в чем дело? Почему же люди так легко доверяются в этих ситуациях? То есть, очевидно, очень тонкий психологический расчет, да? Конечно. Это очень тонкий психологический расчет. Я вам хочу сказать, что эти случаи происходят не только у нас. Я вот еще хотела сказать, что у нас мошенники звонят сейчас очень часто, я отметила для себя частые случаи, под видом судебных приставов. Под видом. А у нас сейчас у людей, да, каждый что-то за собой да знает. Какие-то маленькие недочеты. Но жизнь сложная. Вот люди этим пользуются. Звонят под видом судебных приставов, рассказывают, что вот были неправы, вот в вашу сторону, теперь хотим вам что-то вернуть, какую-то компенсацию, но компенсация там целый миллион, а вам надо заплатить налог. Вот так у нас у дедушки этот налог взяли целых 85 тысяч рублей. Что я вам хочу сказать. Вот по детям войны, конечно, статистика вообще ужасная. Статистика ужасная, выманивают деньги постоянно. Вот возраст, я вам говорила, и помоложе, есть возраст. Около 70, вот все так крутится, да? Есть, смотрите, вот у меня есть пример, вот 79 лет женщине, из нее мошенники вытянули 398 тысяч 754 рубля, вы только прислушайтесь. При этом, значит, женщине позвонили, якобы, из пенсионного фонда, позвонила какая-то Татьяна, эта Татьяна сказала, что позвонит какой-то Миша, и позвонил вот этот Миша, и по телефону давал инструкции, и вот эта дама побежала к банкомату на Дмитровском шоссе, но оказался банкомат не тот, и ей сказали побежать в какой-то другой в хозяйственном магазине, и вот в этом хозяйственном магазине ей давали-давали дальше инструкции, и в итоге вот она потеряла вот такие деньги. Значит, Петр, что я хочу сказать, почему это все происходит? Вот я телезрителям повторяю это еще раз. Мошенники, во-первых, они все профессионалы, они все обученные, они тонкие психологи, то есть, если вы уже сделали первое движение, то есть, если жертва сделала первое движение, она уже не в силах отказаться от последующего. А мошенники, они действуют по своим четким схемам, то есть, это не один человек, это организованная группа, они умеют давить авторитетом, то есть, звонит как бы рядовой сотрудник, потом звонит начальник, а люди старшего возраста, они привыкли у нас доверяют каким-то руководящим людям, находящимся на руководящих должностях. И вот так это все происходит, они вызывают как бы доверие у старшего поколения, потом они дают конкретные указания, что нужно делать, то есть, побежал к тому банкомату, сделал то-то, то-то, то-то. Ведь обычно в таком возрасте людям достаточно сложно с техникой общаться, и тем не менее они дают абсолютно четкие инструкции. Поэтому, уважаемые телезрители, послушайте меня, пожалуйста. Вот я вам повторяю уже в очередной раз, и давайте, чтобы это был последний раз, чтобы мы с вами встречались только на наших встречах, да, побеседовать, чтобы... Обсуждали поимку мошенников. Обсуждали поимку мошенников, да, вот по телевизору вы нас видели вот в таких вот беседах. Послушайте, пожалуйста, когда вам звонят по телефону, я, во-первых, сейчас вам повторю правила безопасного разговора, да, вы должны сразу предпринять действия, чтобы понять, что этот разговор именно с тем человеком, который является сотрудником того, той или иной организации, вы должны это выяснить сразу, сразу. или это мошенник, вы тоже должны выяснить это сразу. И больше этот разговор не продолжать, просто взять и прекратить этот разговор. Значит, еще раз повторяем, что сотрудники пенсионного фонда и службы социальной защиты населения, они у нас, во-первых, не ходят по домам, а во-вторых, они по телефонам не звонят просто так. Вообще они не звонят по телефонам, назначают встречи и решают все вопросы, перерасчеты пенсии, какие-то социальные пособия только в местах стационарного обслуживания населения. То же самое ваш банк, даже банк, который выпустил вашу банковскую карточку. Все вопросы по счетам, по книжкам, по карточкам, все, что может быть, решается только в местах стационарного обслуживания населения. По телефону могут позвонить и просто пригласить вас в конкретное отделение банка в конкретное время конкретному сотруднику. То есть никакие финансовые вопросы по телефону не решаются. Никакие вопросы по телефону не решаются. Более того, если вы звоните в банк, если вы звоните даже тогда сотруднику сберегательного банка, любого банка, для того, чтобы вас идентифицировать, достаточно только вашего имени и четырех последних цифр вашей банковской карточки. И все. Вот, пожалуйста, запомните это раз и навсегда. Вот вы звоните в банк, вы туда дозвонились или вам звонят. Только имя и только четыре последние цифры банковской карточки. Все. Вас уже в банке вашем идентифицировали. Если пытаются больше информации о вас получить, это уже повод насторожиться. Значит, да. Когда звонят по телефону, я об этом тоже предупреждала, что, к сожалению, сейчас мошенники приобретают такие мини-АТС, что у вас в телефоне высвечивается номер того же самого сберегательного банка. Вот звонят вам мошенники, а высвечивается этот номер. Вот вам позвонили, что делать? Вы звонка не ждали. Вы звонка не ждали, и там уже пошел какой-то разговор, да, про деньги, деньги, про платы. Что-то связанное с финансами. Что-то связанное с деньгами. Вот уже пошел разговор просто, да, просто вы не ждали этого звонка. Пожалуйста, спросите у этого сотрудника фамилию, имя, отчество, его идентификационный номер. Мы с вами об этом говорили. Неоднократно. Неоднократно, да, у каждого сотрудника есть, у меня есть номер в Министерстве юстиции, понимаете, в чем дело? И у сотрудников банков есть номер в их финансовой организации. Спросите этот номер у сотрудника фамилии, отчество, где он работает, где там это отделение находится. И пообещайте перезвонить. И пообещайте перезвонить. Все. И сделайте, пожалуйста, звонок в этот самый банк. Но звонок не по тому телефону, который там вам назвали, допустим, или у вас там высветился, неважно, по тому номеру, который у вас находится на обратной стороне вашей банковской карточки. У вас есть такой общий номер, общего пользования. Единый номер. Позвоните туда и спросите, вот такой идентификационный номер, вот такой сотрудник работает? Да, работает. И уже, когда вы звоните... Да, свяжите меня с ним, пожалуйста. Как с ним связаться? Да, свяжите меня с ним, пожалуйста. Если нельзя с этим сотрудником, вас там спросят, по какому вопросу? Вы объясните, что вот мне позвонил вот этот вот сотрудник, который ваш действительно вот предложил поговорить вот на такую-то тему. Как это можно обсудить? И при всем при этом я вам повторяю еще разок, что эти все вопросы, финансовые, такие серьезные, решаются только в местах стационарного обслуживания населения. Только там снимаются копии с документов, только там предъявляются какие-то документы и так далее. То есть любой звонок это просто вызов в офис банка, социального учреждения и так далее. Все остальные темы являются сомнительными, скажем так. Являются сомнительными. И даже я говорила, что в инструкциях пенсионного фонда у них написано вот такими огромными буквами, что все вопросы решаются только в местах стационарного обслуживания населения. У нас эти органы государственные, они законодательство не нарушают. Их за это наказывают. Вы поймите, что если уже пошел какой-то разговор, а мошенники, конечно, они хитрые, они начнут сейчас человека каким-то образом шантажировать. Вот мы хотели вам предложить какие-то условия. Ах, вам миллион рублей не нужно. А вам не нужно. Отключайтесь сразу. Ну, поймите, пожалуйста. Вот я вам привела сегодня слова известные нашего хорошего такого поэта Булата Акуджавы. Да, это же его слова, его песенка. Вот пели лиса Алиса, кот Базилио. Пожалуйста, вот не будьте на месте тех, кого хочется обмануть. То есть, если вы сами не захотите, вас никто не обманет. То есть, 99% случаев случается по вине обманутого. То есть, по вине как бы жертвы, но виновата в этом она сама. Вы знаете, Ларина Анатольевна, ведь психология детей и стариков, она очень схожа. И те, и другие верят в чудо. И при этом старики, как правило, те, кому сейчас около 70, они склонны считать, что кто-то чего-то им когда-то не додал, кто-то им чего-то должен. И, может быть, именно с этим связано то, что они так легко доверяются вот даже на такие подозрительные, сомнительные звонки. Я понимаю, Петр, но ведь для этого и была придумана вот эта программа. Потому что мне больно видеть этих стариков, я еще раз повторюсь, на своем рабочем месте, когда я уже ничем не могу им помочь. Даже если мы наказываем мошенников, деньги-то потеряны, а вернуть их невозможно. Мы сегодня с вами поговорим еще немножко о других схемах, как там вернуть деньги. Это очень должны быть какие-то благоприятные обстоятельства, что мошенников найдут в тот момент, когда у них еще есть сумма на руках, когда деньги не потрачены, и когда этой суммы хватит, чтобы удовлетворить запросы всех потерпевших. Это такие единичные случаи, а в общем-то в жизни этого не происходит. Я вам сумму сегодня назвала. Сотни тысяч. Сумма сотни тысяч. То есть это, видимо, все, что копили всю жизнь. И меня, конечно, поражает, как легко с этими деньгами расстаются. Ирина Анатольевна, но ведь есть же, как правило, я понимаю, что бывают случаи, когда у стариков нет близких, но ведь очень часто жертвами мошенников становится идти, у кого есть более молодые родственники, дети, внуки. Почему старики держат на своей карточке? Это какая-то врожденная подозрительность, может быть, какая-то черта. Но почему, зачем, скажем, бабушке 80-летней 300, вот больше 300 тысяч на карточке Сбербанковской? Для чего? Хорошо, если на карточке, Петр, я вам не рассказывала случаи, да, вот ограбили у нас бабушку, тоже пришли, кстати, из пенсионного фонда, тоже посчитать там, пенсию пересчитать, и тоже бабушка, как бы, и как бы она нас где-то даже краем уха слышала, но не дослышала, понимаете, все равно дверь открыла, двоих впустила. Со мной-то не произойдет такого, да? Да, 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 один с ней на кухне, второй пошел с ней в комнату, вот, а когда они ушли, бабушка посмотрела в свой кошелечек, ой, денежек нет, в кошелечке у нее лежало в одном 400 тысяч, в другом 500. Ну, дай бог, чтобы все бабушки были настолько богаты и не теряли таких денег. Все бабушки так жили, да, я думаю, что, знаете, во-первых, наши старшие родственники, они все-таки привыкли о нас заботиться и о нам помогать. Вот сколько бы нам ни было лет, у них всегда есть какая-то вот заначечка, заначечка, чтобы помочь нам же. Не только для себя, но... Да, они привыкли жить не только для себя. Вот они как бы пережили войну и голод, и холод, они привыкли, что вот у них дети, у них внуки, что надо все равно помочь, что в жизни бывают всякие ситуации. Они к этому готовы, они к мошенникам не готовы, но они готовы вот к этим ситуациям. Поэтому мошенники этим и пользуются. Поэтому мы с вами можем бесконечно долго рассказывать. Вот я буду рассказывать вот про эти случаи. Пожалуйста, послушайте меня, наши уважаемые телезрители старшего возраста. Просто, ну, не берите вы эту телефонную трубку, не отвечайте вы на эти звонки. Звоните сами. Звоните сами. Нужно вам что-то? Ну, для чего вам нужно? Вот подойдет к вам посторонний человек на улице, вот, да, к вам он привяжется, вы же не будете с ним разговаривать. Вот считайте, что это вот цыгане к вам привязались на улице, какие-то асоциальные элементы, нехорошие люди. Только не на улице, а по телефону. Они вам зачем нужны? Вот они вам позвонили. Да, вы их услышали. Хорошо, спасибо, я информацию принял. Просто не продолжайте разговор. А если вас эта тема заинтересовала, ну, узнайте вы фамилию, имя, отчество, идентификационный номер и позвоните вы в эту кредитную организацию и спросите сами. А вы знаете, вот меня заинтересовала эта тема. Вот расскажите. Расскажите поподробнее. Все. Просто решение, вот оно одно, оно единственное. Просто не разговаривайте по телефону. Просто не разговаривайте. Ирина Анатольевна, наше время подошло к концу. Естественно, огромный еще массив информации мы не успели нашим телезрителям рассказать. Поэтому я предлагаю на этом наше сегодняшнее общение закончить и вернуться к нашему разговору в следующей передаче и начать, может быть, с того, каким образом телефоны наших стариков попадают в руки мошенников и таким образом появляется сама возможность позвонить и совершить в отношении них мошеннические действия. Я надеюсь, что с этого мы начнем нашу следующую передачу. Спасибо. Давайте так. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию. Рассказали о том, о чем, конечно, необходимо не только рассказывать, кричать. Особенно, чтобы это все услышали наши пожилые люди. Мы и кричим. Мы и кричим. Но надеюсь, что кричать мы перестанем и все-таки у нас все будет тихо, спокойно и хорошо. Чего я вам желаю, уважаемые телезрители. И вам Петр тоже. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что вы смотрели передачу «Об этом стоит узнать». Передача была посвящена программе сторонников политической партии «Единая Россия» «Сторонники против мошенников». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. ОТВ- ОТВ. Продолжение следует...